всем привет сегодня хочу ответить на вопросы тега от канала харьки рукодельники так у нас о животных и первый вопрос если у вас в запасах сюжет с животными и сколько назовите некоторые из них мои запасы очень обширные очень большие много у меня коробок с наборами насобиралась за 8 лет вышивки не просто вышивки а также и ютюба если бы я просто вышивала наверно не было у меня столько запасов а когда ты находишься на youtube соблазна всегда вокруг тебя поэтому стоять очень сложно вот животных я люблю особенно всяких разных и домашних и диких и птицы всех люблю животных и хотелось бы вышить их много конечно же вот я не перебирала все мои запасы я просто открыла первую коробку которая у меня стояла рядом и вот что там было вытащила наборы с животными просто так показать к примеру что у меня есть какую-то частичку от этих моих запасов вот и самые-самые наверное любимые это птицы я люблю вышивать и больших и маленьких птичек всяких разных вот и в этом году меня очень сильно себя влюбил журавль японский вот наборчик у триолис лежит а рядом лежит наборчик у фирмы джан лин там такая тема интересная тоже разнообразные птички разные сезонные тоже хотелось бы вышить на самом деле очень-очень много у меня наборов и с птицами и животными и вышиваю и буду вышивать и забавные есть и всякие сюжеты эта тема мне близко очень мило много котов вот я не кошатница но я не знаю они ко мне почему-то приходят вот пристали приклеились и вот и дикие домашние коты покупаются и также меня находят собаки у меня есть также моей коллекции не очень много но имеется муж любит охоту любит собак поэтому тоже присутствуют ну птиц я сказала у меня очень много дикие животные есть лошадок очень люблю вышивки вот такие у меня наборчики это то что у меня было под рукой самая-самая близко интересно мечтаю конечно же все вышить вот но перейдем к следующему вопросу продолжать отвечать на так я буду под вышивку вышивать буду набор фирмы золотое руно на охоте так зоологически поэтому буду вышивать вот этого милого щенка и так следующий вопрос второй если предложит на выбор сюжет из домашними дикими животными что выберите трогательного мурлыку или царственного тигра шебутных лапочек щенков или спокойно уверенно в себе волка аквариумную рыбку или веселого вольного зорняка дельфина канарейку клетки или парящего в воздушных потоках величественного орла свой вариант ответа вот так что выберите да ну что я выберу но вот я вам показала некоторые наборы которые я вытащила из первой попавшейся коробки то что было так сказать под рукой вы видите у меня и птицы и собаки и кошки и дикие и домашние все что угодно есть в моей коллекции и всего я люблю я все хочу вышить но чтобы я выбрала а выбираю как я выбираю я выбираю по настроению на самом-то деле настроение она меняется само по себе от разных факторов также очень сильно влияет просто погодные условия меняется сезон и по сезону хочется вышивать что-то сезонное летом и вышиваем морские дизайны и рыбки и чайки крабики и различные другие возможно какие-то морские летние у нас есть темы где присутствуют животные насекомые зимой это уже другие дизайны и соответственно там уже у нас другие животные могут встречаться до птички синички воробушки ну и так далее вот а я люблю всех животных и диких и домашних и если это птицы мои любимые я люблю и мелких птичек но люблю и больших птиц вот слов мне нравится вышивать журавлей мне понравится вышивать что еще что мне нравится еще вышивать из птиц маленьких птичек конечно много различных синички канарейки попугаев люблю кстати еще попугаев я не вышивала а очень тоже хочется в планах есть схемы есть времени не хватает и вообще мне хотелось бы вышить себе много много разных разных животных поэтому я покупаю эти наборы складываю когда-нибудь потихоньку я вышью себе коллекцию с животными дикими и домашними домашних конечно у меня меньше больше диких но любом случае все животные всех очень очень люблю и и выбор мой идет в частности по настроению по каким-то временным увлечениям вот в этом году познакомилась я с птицей журавлём влюбилась в эту птичку и вышло уже два дизайна с журавлём и 3 у меня сейчас на подходе обязательно тоже буду начинать пока себя сдерживаю но нужно нужно его начинать в этом году иначе отложится и я переключусь на что-то другое а в этом году у нас идет год журавля всемирно пытаются спасти этот вид птицы потому что журавли вымирают но не все а есть определенные виды которые находятся на грани выживания есть редкий вид сибирского журавля которых осталось всего 20 птиц и в мире и их пытаются спасти поэтому этот год назван годом журавля вот я уже оставляла ссылку на документальный фильм если тот интересуется этой темой можете посмотреть ознакомиться но оставлю под этим тегом также у нас зоологически поэтому вы можете посмотреть что происходит с этим видом птицы так 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 где нахожусь вот в общем подводим итог как я выбираю тематику выбираю по настроению всех животных люблю вот и поэтому все хочу вышивать очень большую роль играть дизайн и дизайнеры дизайнеры иногда поравляют высшую степень своего мастерства разрабатывают настолько умный интересный дизайн что ну казалось бы какие-то рыбки и что в этом интересного как ну как вид до животного рыбы рыбы не общаются не разговаривают животных тоже не разговаривают на животные нас понимают а рыбы вообще не такие скажем вне общения с нами вот подобрала правильное слово и тем не менее дизайнер умеет так красиво преподнести и этих рыбок что влюбляешься хочешь вышивать вот много много разных факторов которые на нас влияют на самом деле так нужно дошить не эти крестики со крепить нитку взять новую и потом уже прочитать следующие вопросы то я собьюсь либо на говорю чего-нибудь неправильного либо пойду вышивать куда-то не туда закрепляю здесь микро закрепка потому что камера стоит близко не хочется переворачивать не хочется переворачивать пальцы и зацепить саму самим так чтобы готовить следующую ниточку так 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 ниточку я закрепила и читаем третий вопрос если предложить вышить морской сюжет что выберите яркий коралловый риф сего обитателями или отдадите предпочтение сэмплеру так морской сюжет что выберите но сэмплер скорее всего не выберу потому что я понимаю что сэмплеры это не мое я вот сколько смотрю за отшивом да мне конечно нравится это очень красиво очень изящно интерьер на ну вот меня не вдохновляет чтобы взять иголку и вышивать мне больше нравятся какие-то сюжетики да вот что мне нравится в морских дизайнах ну тоже здесь все зависит от дизайна можно увидеть картинку и влюбиться и даже не подозревая что существовал раньше этот дизайн у меня есть отшив корабля у триолис попутный ветер такой большой масштабный дизайн очень красивая работа к сожалению столько лет не оформлено как там мне никуда вешать эту картину пути мне никуда не подходит вот я бы еще вышла несколько кораблей мне нравится эта тематика что еще из морского но рыбки нравится я тоже с удовольствием бы вышла несколько дизайнов с рыбками есть очередное мытье в смешанной техники рыбка вышивается фон крестиком а сама рыбка бисером великолепный дизайн просто чудесная разработка очень давно мечтаю купить этот набор но знаете как то просто не попадается вот где делают заказ обычно его нет в наличии а покупать отдельно набор это очень дорого доставка дорогая поэтому ну не могу я себе этого позволить так как сильно не горит поэтому попадется значит попадется не попадется значит не судьба но шикарный дизайн столько лет я не помню учаривная мыть можете поискать есть рыбка в смешанной техники просто просто волшебный дизайн дальше что еще из морских вот то что мне нравится из морских именно дизайнов то что запала в душу есть интересные схемы фантазийные с русалками на морскую тематику я вообще фэнтези не люблю но вот опять же хочу сказать что здесь большую роль играют сами разработки дизайнеры вот настолько интересно создана разработана картинка что в принципе русалки мне меня не интересует но у некоторых дизайнеров они меня покоряют но не не миробилие нет миробилие миробилие русалки мне не нравится симпатичный но очень как-то двумерно да там много бисера красивые ткани но не моё вот если будет возможность я где-то наверно поставляю картинки что нравится но это большие дизайны я на них наверно никогда не решусь потому что я прекрасно понимаю свои возможности свое время тут вот средненькие такие маленькие простые наборы вышиваю столько лет и никак не могу завершить потому что все нравится все хочется вышить кто-то скажет купи одну вышивая одну целый год не моё не моё мне нужно разнообразие хочется всего поэтому я буду вышивать средние работы такие средние сложности и пусть у меня будет разнообразие да я понимаю что все на стены не повесишь после жатт пролоне я вышиваю для себя для своего удовольствия ну а если думать об интерьерах то конечно вышивать нужно уже большие работы многоцветки как их называют но я об этом не думаю вышивка это все-таки мое хобби это не моя работа если я зарабатывала этим деньги либо не знаю меня работала на интерьер знаете мне будут интерьер я уже ухожу в другую сторону ну ладно мне интерьер конечно нравится все но я не хочу тратить все свое время именно на интерьер интерьеры сейчас меняются очень быстро все стало становится доступнее доступнее мебель и материалы раньше люди шили и вязали одежду потому что не было ничего сейчас все есть тот же свитер можно пойти купить за три копейки и каждый год обновлять себе гардероб вот поэтому тратить время чтобы на из практической точки зрения мне не нравится но как хобби нравится выше то что просто нравится вышивать сам процесс а дальше судьба работы уже как повезет вот начали животных перешли совсем другую тему ну ладно вышиваем и следующий вопрос 4 какой насекомое вышивки вас привлекает больше всего и почему узнаете на насекомых я меня меньше всего привлекают насекомые вышивки до традиционно можно сказать бабочки потому что бабочки некрасивые они разнообразные у них очень красивая крас крыльев и конечно вышивки всегда смотрится эффектно но как как сама насекомая бабочка меня к себе не притягивает нравится мне разные жучки божьи коровки там майские жуки как они называются симпатичные жуки но тоже вот не сильно они меня притягивают вышивки чтобы я вышила ну стрекозы красивые их очень интересно разрабатывают обычно дизайнеры а что еще вот жук скоробей мне нравится да жук скоробей у него очень красивый окрас и поэтому наверное вот жука скоробея я бы вышила в какой-нибудь очень интересной разработке с металликом с бисером чтобы это был такой большой красивый жук то вот жука бы я вышила вот а что еще из насекомых не знаю скорпион мой знак но мне не нравится никогда разработки их очень тяжело разработать этих скорпионов и мы их не будем вышивать а вот жук скоробей конечно прикольно так я щас ниточку закреплю сик вам вернусь так закрепилась продолжаем я здесь выбрала себе значок который и видно хорошо и вышивать легко вот видно не видно не видно на камеру ладно не буду показывать нет смысла я выбрала связи с один значок который мне хорошо видно и только его вышивая чтобы не сбиться иначе точно точно можно потеряться так и продолжаем наш разговор в общем с насекомыми у нас вот такая история а ну что еще мне нравится в вышивках мне нравится еще гусеницы есть интересные разработки у золотых ручек такие немножко детские и смешные сюжеты с гусеницами но и также по по теме алиса в стране чудес разные дизайнеры тоже очень прикольно разрабатывают гусеницу да которая там на гребе вот гусеницы в таком виде мне тоже очень симпатичны ну вот вроде бы насекомое но фэнтези да так следующий вопрос 5 как вы относитесь к вышивки фэнтезийных животных драконы единороги и прочее и если такие коллекции наборов схем и готовых работ но вот с фэнтези у меня совсем тема не развита не привлекает не так сказать не вдохновляет конечно сейчас эта тема стала тоже очень сильно развиваться особенно драконные всякие феи волшебники магии ну вот все все что все что можно сюда отнести но меня это не привлекает нравится есть дизайны которые симпатичны но не горю знаете начнешь один дизайн один дизайн подтягивает еще 25 дизайнов но эта тема как-то не моя и нет наверное все таки не моя я может быть что-то и вышли с этой темы но чтобы я вышел из этой темы а мне есть 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 у меня все-таки парочку дизайнов на эту тему да вот сейчас я вспомнила ведь у меня такой большой объем наборов что я не помню что у меня есть вот у меня есть два наборчика один от фирмы панна я его купила на распродаже и просто этому рада счастлива и не верю свою удачу это набор с жар птицей там где ваннушка по моему пытается забраться на дерево и поймать жар птицу очень красивый сказочный дизайн вот я его прям мечтаю вышить и может быть поставлю в планы на следующий год это дизайн мне нравится тем что очень красивая разработка картины но и присутствует жар птица вроде бы сказочная фэнтезийная птица поэтому поэтому можно отнести к этой рубрике и также у меня есть в планах вышить феникса феникс это также моя птица по гороскопу мне хочется ее вышить у меня есть некоторые задумки но пока об этом не буду говорить когда соберусь я вам все покажу есть у меня один набору в нитках но я его переделаю в клиник и в бисер у меня будет я только возьму схему оттуда все материалы я полностью заменю и основу и нитки у меня будет феникс очень сказочно очень яркий волшебный но тоже опять пока руки не дошли может быть нужно устроить себе старты просто поначинать подготовить организовать и хоть как-то эти будут процессы продвигаться так я жду 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 начинаю что-то другое или каким-то очень очень интересным сюжетом я не могу никак подобраться потому что очень много всего в процессе в очереди но нужно подумать на эту тему в общем из фэнтези у меня получается два набора есть с это с жар птицей и с фениксом это у меня обязательно будет когда-нибудь будет вышиваться я на это очень очень надеюсь вот дальше перейдем к следующему вопросу я тут немножко запуталась отвлеклась но возвращаюсь опять к вопросам 6 вопрос какая примета вышивки животных понравится больше и какая была случая чем вы того ожидали так какая примета у нас сработала ну во-первых в приметы я особо не верю но тут такой момент как говорится верь не верь а они все равно работают но не все мои вышивки работают прям стопроцентно но есть такие процессы работы которые вот действительно срабатывают даже даже не загадывая ни о чем они вот срабатывают к примеру вот эта вышивка золотое руно на охоте когда я ее начала вышивать два года назад это кстати подарок от натальи моя рукодельная подруга подарила мне этот набор когда муж принес щенка поинтера была у нас тогда девочка дэйзи вот и наташа подарила нам этот наборчик муж очень любит эту породу охотничью поинтеров и я начала вышивать этот этот набор вы не можете себе представить что начало происходить у нас дома сколько у нас прошло собак через наш дом это как будто у нас была гостиница для собак я уже просто сход стала сходить с ума муж пытался себе выбрать собаку та которая ему будет подходить именно для охоты потому что не все собаки даже те которые охотничьи у них не у всех очень хорошо развит инстинкт инстинкт и конечно нужно и обучать долго и зависит от их естественных природных навыков даров которые можно развить либо не развить вот была у нас дэйзи но совсем не охотница это просто революционер они собака очень с ним было тяжело она она жила на балконе жила с другой собакой с очень хорошей собакой и она устраивала там постоянно погром постоянно вот и все не нравилось все нужно было громить очень была такая ну треволюционер и все другого слова не скажешь не злая она нет но вот постоянно устраивала погром постоянно требовала что-то ей нужно было все по-своему очень сложный характер мы ее отдали другому человеку она пришлась по духу он живет в своем доме поэтому там есть территория и не знаю вот они там подружились потом у нас были еще разные собаки но тоже что-то не складывалось с характерами как говорится не сходились в общем собак у нас здесь было много и на передержку нам давали и все что угодно собак муж очень любит а мне приходится терпеть что что поделать приходится терпеть вот и когда я вышивала эту работу действительно столько собак прошло что я просто я ее забросила я уже подумала что все это какая-то плохая карма нужно забрасывать эту вышивку вот но сейчас я вернулась все нормально и ну муж уже нашел свою собаку они характерами идеально подходят и собаки есть те качества которые тоже подходят для охоты конечно ее постоянно обучает развивает эти качества ну в общем они друг другу подошли слава богу как-нибудь вам покажу нашу собаку и расскажу что-то более подробно вот что еще а в этом году я вышивала семплер от фирмы анкор деревенские лошади нашем совместном проекте ветер в гриве сп про лошадки и часть этого сп пришлось на время карантина ну вот мы вышивали в карантине когда я начала вышивать этот дизайн я загадала себе ну так скажем раз вышиваем почему бы не загадать чтобы улучшалась работа всем мы хотим чтобы наша работа всегда становилась более результативней более комфортнее да вот хочется чтобы работа всегда у нас как-то улучшалась в каком-либо в плане либо в финансовом либо в комфорте что-то мы всегда хотим работа занимает большую часть нашей жизни поэтому играет важную важную роль мы все хотим комфортных условий и хороших доходов и конечно же я загадывала чтобы работа у нас шла получше но и в частности чтобы у мужа она шла получше мы работаем у нас свое дело мы работаем вместе с мужем так сказать предпринимателем и вместе но я хотела чтобы муж занял именно ту лидирующую позицию нашей сфере и более активно взялся за развитие нашего дела и вот вы знаете говорится верни верь само собой все стало так и происходить этому очень очень рада вышивка сработала я даже не ожидала что она вот именно так сработает сработала что еще интересные какие факты у меня из вышивки ага когда я вышивала мэгги рукодельницу я думаю все вы знаете дизайн там в левом нижнем углу где у нас стол вышивается там под столом если кто-то не присмотрелся можете присмотреться под столом сидит собака когда я вышивала мэгги рукодельницу именно в тот период у нас была собака какой же породы а висла да висла цвет такой золотисто коричневый очень красивый цвет собака очень хорошая добрая была ласковая дома никогда никакого вреда не делала прямо такой хороший характер но можно она не подошла по охоте потому что она боялась выстрелов она боялась шумов видно по детству ее как-то травмировали и у нее был очень сильный страх когда начинались дожди с громом она пряталась в ванной забивалась куда-то там в такой уголочек что даже кошка туда не поместится вот этот страх и собака туда забивалась вот и поэтому он ее отдал отдал на крит в семью с двумя детьми у собаки очень хороший апорт и она очень ласковая и дети в этой семье от этой собаки просто сошли с ума она им приносит все подушки подушки игрушки играется с ними очень очень добрая и ласковая но вот к охоте она не не приспособлена но слава богу нашла хорошую семью люди ее очень любят и заботятся мы тоже об этом всегда думаем чьи руки отдаем собак не думайте что мы берем их выбрасываем нет всегда всегда проверяем перепроверяем через время как к животному относятся потому что да есть люди недобросовестные можешь отдать собаку а потом найти эту собаку в очень плохом состоянии вот у нас так тоже было мы отдали одну собаку охотнику но да у нее был вольер но он за ней не ухаживал мы потом ее забрали и отдали потом в хорошие руки поэтому мы всегда перепроверяем людей кому отдаем животных ну так случается что мы же не планируем брать и отдавать просто так случается что вот не подошла не мучатся же нам все вместе нужно искать то что чтобы мы друг другу подходили собаке тоже должно быть комфортно вот поэтому а я отвлеклась от темы когда я вышивала Мэгги рукодельницу вот этот висла сидел постоянно у меня под столом в моих ногах вот постоянно и мне даже писали мои зрители Юля посмотри ты вышиваешь Мэгги и у тебя под столом собака и вот точно такая же собака у меня сидела реально под столом вот точно такая же сидела под столом вот такие вот у меня есть интересные факты и глядя на эти факты нужно уже наверное серьезно относиться к вышивке не просто как хобби а действительно как-то воспринимать наверное более серьезно то что я вышиваю а вспомнила еще одну историю сейчас я вам расскажу так я вышивала оленя от фирмы Риолис я думаю многие знают вышивка шерстью на айде десятого каунта у нас рядом с афинами есть горный массив называется гора это барниса я часто туда делаю съемку мы любим туда ездить отдыхать вот и там живут олени как забыл как называется вид ну в общем я слышала что часто люди их видят и кормят тогда после пожара там прошел пожар в 2004 году сейчас леса сгорела вот и животных много пострадало и после пожара стали олени выходить на дорогу ну искать еду все же сгорело не было ни там ни травы ни чего-то гора 1200 метров все плохо растет и люди стали приезжать и привозить хлеб и говорили что да можно встретить оленей некоторых можно погладить я вот все мечтала увидеть этих оленей и вышивала вышивку думаю вот вы ищу вышивку и ну когда-нибудь я увижу оленей именно в их естественной среде обитания и вот был такой день я закончила вышивать моего оленя последний крестик выполнила и мы решили поехать в горы прогуляться был дождь но нам захотелось поехать прогуляться и представляете поднявшись на гору в этот же день мы встретили целую целую семью оленей два два самца с рогами такие серьезные самки много оленят все сидели под дождем но сидели все красовались я конечно была очень удивлена вот только закончила крестик довышивала и сбылась моя мечта увидеть оленей именно в их естественной среде обитания вот после этого момента конечно я их уже часто встречаю наверное сыграл тот фактор что люди подкармливают этих животных и они тоже уже назнали легкий способ выживания и приходят подкормиться хлебом вот ну часто я их вижу когда мы поднимаемся на гору в определенное время их можно очень-очень часто встретить они прямо знают место есть там точка такая у них куда они выходят и ждут людей вот так вышиваю там-сям потом буду искать отмечать где тут надышевала что и тут натворила так закрепились к следующему вопросу переходим седьмой чьи разработки сюжета с животными вам нравятся больше и меньше чьи больше чьи меньше не знаю не обращаю внимание ну а чьи больше здесь конечно же можно выделить dimensions у них наверное самые-самые красивые разработки особенно лошадки у них такое большое разнообразие этих дизайнов и я бы с удовольствием вышила серию миников с лошадками вот давно мечтаю у меня схемы лежат прям хочется взять и вышить 3-4 дизайна с лошадками мне у них очень нравятся миники и вы знаете когда покупаю наборы там где покупаю этих миников с лошадками вот никогда нет вот почему так мне не везет ну что ж когда-нибудь повезет когда-нибудь куплю вот и нравится еще риолис у риолиса очень классные павлины очень красивые кошки и смешные и большие дизайны есть риолис тоже молодец я их выделяю как разработчиков прекрасные дизайны очень хорошая комплектация наборов и очень все замечательно получается люблю риолис поэтому вот я бы отметила для себя риолис и самые интересные у них дизайны ну у золотого руно знаете что у них есть действительно красивые дизайны но есть дизайны где не хватает четкости вот немножко чего-то не хватает в разработке а вот у риолиса есть такие павлины есть такой белый павлин шикарный там с камнями и с бисерами ну и много других дизайнов где и цветов немного и четкость есть и видно что все хорошо проработано ну ладно перейдем к следующему вопросу сейчас я дошлю крестик припаркуюсь ага так 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 восьмой какое животное было сложнее всего вышивать и почему какое животное было сложнее всего вышивать какое надо подумать что я там вышивала я много всего уже вышивала ну скорее всего к этой категории я могу отнести моих псов под кастом крафт да в кастом крафт схемы в принципе несложные но специфических не нужно привыкнуть это знаете это как первый раз вышиваешь дименшенс и хватаешься за голову и кажется что ого какой сложный дизайн разработчик и сколько бэкстича а если вышить одну две три работы дименшенс кажется очень очень легким отдыхалочкой вот так как кастом крафт поначалу кажется очень сложным но нужно просто привыкнуть к специфике схемы и к специфике палитры потому что обычно кастом крафт разрабатывает по фотографии это прогон почищенный да раньше был не почищенный а сейчас почищенный но прогон и обычно картины выдержаны в одной цветовой гамме вот как мои совы там все нитки были сине-серые и когда вышиваешь вот сначала это все это месиво какое-то непонятно что вышиваешь что получится вот как сейчас вышиваю моих птиц от кастом крафт тоже все зеленое какие-то вкрапления пятнышки непонятно что это и как это будет и у многих вызывает сомнения но я уже вышила несколько работ и уже понимаю специфику кастом крафт нужно просто вышивать а когда все вышится тогда картинка уже полностью себя проявит и станет все понятно все краски и красота но вышивать было сложно из-за схемы которой нужно привыкнуть но и из-за палитры потому что ты шьешь шьешь все синим цветом а картинка особо не проявляется и нужно проявлять выдержку не сдаваться вот так следующий было ли такое что вышивка с животными не понравилась родным и друзьям и было ли так что наоборот понравилось настолько что просили подарить или продать только что законченную и оформленную работу да у меня были такие истории в частности с моим петухом от кастом крафт вышивка легкая вышивала с огромным удовольствием очень быстро но муж не оценил он вообще не понял тему петуха сказал зачем нужно вот ну петух ну вот что что зачем вышивать петуха а я по воду петух поэтому мне петух был крайне необходим вышить и ну мне вообще нравилась эта разработка от кастом крафт я давно мечтала вышить петуха мне нравится но мужу не понравилось это знаете очень специфический дизайн не все могут понять вышивку кур и петухов а мне нравится эта тематика я люблю вот что понравилось понравились мужу очень совы именно в оформленном виде в основном говорю о муже потому что гостей дома мы не принимаем если что-то мы устраиваем это у нас всегда где-то где-то за пределами дома есть ресторан и все остальное вот поэтому основной ценитель моих картин он конечно же муж и вот совы ему очень понравились не так как в вышивке а как в оформлении он конечно же прям в восторге вот оформление и картина ему сейчас нравится прям совы у нас сейчас но номер один в нашем доме вот очень-очень нам нравится вот так сейчас 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 какой сюжет с животными вы не станете вшивать и почему какой сюжет с животными знаете не могу сказать что мне какое-то животное не нравится все зависит от дизайна может быть даже и животное не очень-то красивое привлекательное ну как крокодил можно сказать кто будет вышивать крокодила да зачем вышивать крокодила вот может быть разработают такой дизайн что мы влюбимся в этого крокодила вышивка все меняет представление о мире все зависит от взгляда дизайнера как он нам представить сюжет поэтому здесь мне ответить вам нечего все зависит от сюжета и так моя камера все-таки не выдержала и разрядилась и пока я ждала подзарядки я тут повышевала практически вышила мою недельную норму на этом процессе и я уже выбрала новый значок новый цвет ниточки начала уже вышивать ну и посмотрела что камера уже подзарядилась решила быстренько быстренько доснять этот текст монтировать уже выложить и не испытывать больше мою камеру старушку так на каком же вопросе мы с вами остановились по-моему на одиннадцатом это это у нас топ сюжетов с живностью назовите самые любимые топ 5 ой такой сложный вопрос сидела тоже думала думала но определилась все-таки выбрала для себя эту пятерку моих любимейших на сегодня на сегодняшний день процессов ну во первых это custom crafts в моем дворике это птички которые я вышиваю в совместном проекте моя зима давно мечтала и вот наконец-то мечта так сказать сбылась я приступила к вышивке этого дизайна это номер один у меня второй по значимости это мои журавли от фирмы Риолис недавняя покупка в этом году я познакомилась с этой птицей влюбилась и вот два дизайна вышло хочется вышить еще от Риолис мне очень-очень у них понравилась разработка так третий третий у меня наверное наборчик от фирмы жар птица вот это птица у фирмы жар птица что говорю жар птица от фирмы панна заговорилась уже очень интересный дизайн пока лежит ждет очереди я не могу сказать что я прямо в скорой планирую его вышивать но он очень интересный он совершенно не популярный его я не видела ни разу чтобы отшивали на youtube но мне этот дизайн очень-очень нравится и я надеюсь что когда-нибудь руки мои доберутся я вот его прямо на третье место ставлю дальше четвертое место у меня мишки от чаривной мыти есть у меня такой набор от чаривной мыть в большом формате большой такой набор это как у Dimensions Gold коллекция так у чаривной мыть есть их наборы которые тоже они идут с более хорошей проработкой и хорошими материалами вот там два мишки один черный другой коричневый сидят на елке прижали друг к другу размер вышивки тоже будет большой давно мечтаю об этом дизайне ну все как у всех в очереди стоит главное купила есть запасах это значит что когда-нибудь все-таки я его вышью мишек очень люблю мне также нравятся мишки от Custom Crafts и медведь у них есть там такой хороший большой замечательный может быть когда-нибудь осилю и куплю но Custom Crafts такие дорогие наборы кусаются не знаю но в мечтах есть а почему бы нет когда-нибудь я наверное осилю куплю либо схему либо этого красавца мишку в наборе и что еще и на 5 место долго думала что выбрать ну скорее всего выберу от Dimensions что-то что-то что выберу наверное выберу ой не знаю вот знаете с пятым номером у меня какая-то не состыковка мне много всего нравится из животных и у Dimensions и у Reolis пятое место надо что-то выбрать да не знаю я бы выбрала и леопарда от Dimensions который сидит на на камнях на по-моему на камнях на какую-то возвышенность и он с спиной к зрителям к нам немножко голова повернута смотрит на зрителя вот сняты из производства но очень интересно у меня есть такой набор также мне нравится Dimensions бегущие лошади очень красивый дизайн я бы тоже его вот сюда поставила вот ну честно определиться не могу с пятеркой сложно сложно столько много всего интересного любимого и павлины у меня есть один точнее есть павлин вот Dimensions тоже его прям очень сильно люблю вот ну ладно перейдем к следующему вопросу что у нас дальше двенадцатый вопрос если если у вас в коллекции или в планах на приобретение смешные и просто забавные сюжеты с живностью есть у меня в коллекции я вот вам показывала раскладку там такой прикольный пес лохматый держит в зубах в какой-то ткани котенка может быть это его рубашка котенка не знаю вот он его в зубах держит мне нравится тоже смешные забавные дизайны с животными и у Dimensions они есть но больше всего мне нравится уриолис у них там есть разные кошки и собаки вместе с гармошками такие интересные сюжеты я бы их вышивала на подушке либо просто так для настроения что они очень интересно вышиваются вот ну все как бы пока в планах пока в планах но в принципе мне нравится я не могу сказать что я такое вышивать никогда не буду мне нравится так следующий вопрос тринадцатый какой сюжет с животными вы мечтаете однажды выжить мечтаю ну здесь можно пофантазировать о мечтах здесь я хочу выделить дизайн фирмы приолис табун лошадей большая работа 60 на 40 размер ее и вышивается в смешанной технике там ниточки шерсть и анкор вот я очень 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 давно смотрю на этот набор видела много раз отшивы вот знаете можно сказать это классика он не надоедает не выходит из моды всегда приятно смотреть на эту вышивку приятно смотреть на отшив работа получается яркая и очень стильная я не знаю смогу ли я когда-нибудь осилить такой масштаб в принципе нет ничего сложного бери да вышивай но у меня столько всего в планах в очереди уже начато что уже даже можно только мечтать и вот если мы говорим о мечте то да я мечтаю об этом дизайне очень красивая работа люблю риолис люблю шерсть люблю их разработки и мне очень нравятся лошадки и сам дизайн очень красиво разработан там сочетание желтого цвета поле красные майки бегут лошади и такая красота прекрасный прекрасный дизайн он и в офис его и дома можно повесить и примета хорошая ну все очень-очень здорово может быть когда-нибудь я его куплю мне он нравится давно нравится и вот за столько лет мне разонравился я на него лет пять смотрю классный-классный наборчик дальше 14 вопрос каким животным вы себя видите вот я не люблю конечно сравнивать прям каким животным я себя вижу и ну вот хотелось бы сказать какой-нибудь красивой элегантной птицы но наверное нет я по году петух и все-таки наверное гороскоп на нас откладывает какие-то отпечатки есть и ну есть у меня какие-то маленькие характеристики петуха но в частности я люблю очень красиво ярко одеваться сейчас из-за работы я одеваюсь сдержанно скромно а вот раньше вообще я яркую одежду люблю вот чтобы знаете прям вот не так что просто пестро и безвкусно со вкусом но ярко очень интересно так чтобы прям вот прям вот чтоб выделяться это я очень люблю наряжаться вот и что-то я тут немножко потерялась с ниткой ну вот нашла уже новое место где нужно продолжать вышивать вот и я открыла в греции даже практически не знав языка открыла магазин начала свое дело и привлекла мужа и мы теперь вместе вместе занимаемся нашей работой вот такие у меня наверное какие-то сходства может быть не сходства ну не знаю я люблю эту птицу и если порассматривать их породы какие они бывают очень яркие красивые мы просто привыкли что-то домашняя птица и не рассматриваем ее в плане эстетики но петухи они на самом деле очень красивые какие у них хвосты какие перья какие такие гребешки да что вы петушок это очень красивая птица задеристая конечно но красивая что ж поделать так и следующий вопрос с каким представителем животного мира вы ассоциируетесь у близких с каким ни с каким у нас нет в семье каких-то привычек называть кого-то каким-то животным кошечка собачка не знаю слоненок еще что-то нет нет у нас таких привычек и слава богу знаете на самом деле особенно для детей это не очень хорошо откладывают какой-то отпечаток на психику на формирование личности я считаю что у нас есть имена которые нам дали родители нас покрестили в церкви с этими именами кого-то покрестили кого-то нет но в любом случае родители нам дали имя человеческие и вот нужно ценить то что мы люди и у нас у каждого свое имя никакие кошки собачки или не знаю кто-то еще мы никем больше не должны быть вот такое у меня здесь мнение по этому поводу поэтому я не приветствую чтобы меня кто-то как-то называл вот и у нас такого не водится вот ну что я практически здесь закончила еще одну ниточку до вышивала сейчас я вот закончу то я прям не могу остановиться знаете у меня сегодня этот процесс так пошел и я практически практически завершила здесь вот этот маленький такой уголочек кусочек мне прям так радостно что у меня вышивается продвигается я вижу какой-то прогресс у меня появилось настроение прям взять и посидеть повышевать его несколько дней даже не знаю что с собой делать с этим у меня столько планов но вот сегодня этот процесс он у меня очень очень хорошо повышевался может быть потому что здесь легкий участок и поэтому я так сильно вдохновилась если был бы сложный может быть другие были бы эмоции ну вот я повышевала постаралась поотвечать на вопросы где-то сбивалась потому что вышивала где-то камера выключалась ну вот такой вот тег у меня получился оставлю все ссылки в инфобоксе напомню что я вышивала вышиваю вот такого милого собаку это у нас поинтер ну на этом у меня все до новых встреч всем пока пока это это наша собака его зовут бор это охотничья порода поинтер он охотится на птиц и так же на зайцев ему два года это чистокровный поинтер очень хороший характер добрый ласковый но работу свою знает вот он еще учится но тем не менее уже есть хорошие результаты в этом году два зайца нашел ну и сколько птиц а сегодня фазана они принесли вот он уставший ну и хорошо зато сидит спокойно обычно после охоты он очень очень уставший так он очень очень активный вот такой у нас красавчик хорошенький всем передавай привет бор у прийти не не у не б к но не он 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 Продолжение следует...